Здесь система банка. Это возможно сделать либо же по номеру вашего договора, либо же по номеру активной карты. Как вам будет удобнее? Так, а у меня карту украли, или что мне сделали-то? Что случилось? Нет, карта находится при вас, верно? Ну да. Перепроверьте, пожалуйста, наличие всех ваших карт нашего банка. Нет, мошеннические действия карты будут, я чуть не понял. Хорошо, зафиксировала данную информацию. Ваши данные были скомпрометированы. Возможно, вы подвязывали вашу карту на различные интернет-ресурсы, такие как Алиэкспресс, Джум, Авито, ЮА, подобные сайты. То есть, где вы могли быть скомпрометированы данные. Подвязывали карту? Подвязывал. Крайне не рекомендую этого делать, так как различные сайты не несут ответственности на ваши персональные данные. В данный момент вы можете делать покупки на различных сайтах, но не сохранять ваши данные. Понимаете, верно? Ну, наверное. Хорошо, в таком случае, понимаю, что в отношении вас, как клиента нашего банка, ведутся мошеннические действия. На что делать в личном кабинете они это делают? Или что, что, как они делают это? Как они переводят? Что они сделали? Ну, слово переводят. Ваши обман кабинет. То есть, они зашли в мой кабинет. Да, верно. На данный момент отображается в вашем личном кабинете в третьей лице. А как вы это поняли? Отображается информация, система банков фиксирует. Также передают данные заявки, что это мошенничество. Далее уже с вами связываются сотрудники. Что-что? Как поняли, что это мошеннические? Так как на данный момент очистили ценные действия мошенничества. Понимаете, верно? Ну, ничего, пока ничего не понимаю. Просто вы сказали, что-то там происходит. Я говорю, как вы поняли, что там происходит? На данный момент вы не подтвердили данный перевод. То есть, вы его не выполняли. Понимаете, верно? Ну, перевод я не выполнил, да. Так перевод делают именно с личного кабинета? Да, верно. Да, хорошо. Хорошо, в таком случае для отмены перевода вы положите либо же номерацию договора, либо же номерацию активной партии, как вам будет удобнее. По паспорту будет удобнее. У нас же... Вы мне можете инвестицировать по паспорту. Я здесь выстрога по регламенту банка, а на данный момент укажите либо же номерацию договора, либо же номерацию активной карты, так как вы подтверждаете свой личность перед системой партии. Если мои данные скомплементированы, у моих мошенников находятся карты. Итак, как я вам могу себе сказать по карте, если все карты уже мои там? Нет. На данный момент вы указали, что карта находится при вас. Ну, еще и при мне паспорт находится. Что? Паспорт при мне тоже находится. На данный момент я повторюсь, что действую строго по регламенту банка. На данный момент укажите либо же номер договора, либо же номер активной карты, так как вы подтверждаете себя перед системой банка. Так, ну, давайте я вам последние четыре цифры скажу. Этого достаточно будет? Ваши слова должны фиксировать 16 цифр с лицевой стороны карты. Так как на данный момент по вашим счетам у нас происходит мошенческие действия. Понимаете, верно? Это не является вашей личной информацией, это публичные данные, не переживайте. Нет, я в плане, что почему вам не хватает четырех цифр? Зачем все? То есть я уже так подтверждал. Я могу вам сказать свой паспорт, на данный момент. Четыре цифры точно. Уже более информации, ну, его много для того, чтобы понять, что это я. Так как на данный момент, уважаемый клиент, я действую строго по рекламенту банка, понимаете? Не знаю, я же ваш регламент не читаю. Как я могу понять, что вы действуете именно по регламенту? То есть на данный момент я вам указываю, что на данный момент по рекламенту банка полная номерация вашей карты, либо же полная номерация вашего договора? Почему по паспорту не получается? Я тут и могу понять. У меня же есть паспорт. Я понимаю, что у вас есть также данная информация. Ну, почему по паспорту не получается? Ну, то есть я... Я вам постараюсь уже, в какой раз, что я чистую строго по рекламе дебанка. Хорошо, вы можете сказать, кому вы позвонили тогда. Что-что? Кому вы позвонили. Вот мне звоните, вы не назвали мою... Филиппу Виталий. А отчество? Дана, информация не предоставляется. Почему? Дана, мент, то есть фамилия. Очень странно. А если я какой-нибудь Дмитриевич? Что-что? Может быть я Дмитриевич Виталий, Григорьевич, не знаю, Павлович. Какой я? Может вы не тому Виталию позвонили. Просто я не могу понять, что вы мне это позвонили. Может вам еще звоните по финансовому номеру? Все-таки номер у вас присутствует. Значит, это номер, ну, то есть, получается, что он как-то идентификацию для вас проходит. Но паспортные данные мои не проходят. Только карточка, да, нужна? Алло. Уважаемый клиент, на данный момент подтвердите себя перед системой банка. Либо же по номеру договора, либо же по номеру активной карты. Вы уже... Если мошенники сделали переадресацию с моего номера на свой, знают мои номера карты, может быть вы мошеннику сейчас позвонили? То есть, возможно, я мошенник, так как все скомпрометировано. Поэтому необходимо удостовериться в том, что вы являетесь картодержателем. Поэтому я вас и запрашиваю. Подтверждение вашей личности перед системой банка, понимаете? Пока понимаю. Давайте. Уже более пяти минут с вами разговариваю. Давайте. 54, 84. Далее. 38,00. Далее. 19,11. Далее. 91. Ну, а последнюю цифру вы знаете? Да, верно. У нас имеется вся информация по-моему. Значит, я назвал 90% информации. Можно сказать, что я ваш клиент банка? То есть, это подтверждает, что я являюсь владельцем карты, раз я назвал все цифры? Алло. 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 Алло.